За семь лет, проведенных в колониях, Кагуашвили испытал на себе все методы ФСИН-поломки криминальных генералов. Его вынуждали спать на табуретках, сообщали, что он болен раком, безвылазно держали в штрафных изоляторах и т. Д. Ну и конечно с окамерниками Бадри были подсадные заключенные, сотрудничающие с администрацией, которые провоцировали его на конфликты. Даже в последние дни перед выходом на свободу, представители колонии в Красноярском крае постарались сделать так, чтобы Кагуашвили надолго их запомнил. Вор в законе выдержал все эти испытания. В пятницу, в день освобождения, прямо в ИК прибыла группа сотрудников ГУРМ ВД РФ, проведших с Бадри разъяснительную беседу. Кагуашвили объяснили, что никаких криминальных воин в России не допустит. На что Бадри отметил, что никогда не был замечен среди зачинщиков подобных. Также вору в законе объяснили, что проведение любой сходки закончится задержанием всех ее участников и большими неприятностями для организатора мероприятия. Из колонии в аэропорт Кагуашвили сопровождали спецназовцы в масках, однако довели его только до трапа самолета. В воздухе компанию криминальному генералу составляли только сотрудники ГУР, однако и они его оставили в столичном аэропорту. Сам Бадри отправился сразу в одну из больниц, чтобы пройти медицинское обследование состояния здоровья, которое изрядно пошатнулось за время отсидки. Правда, пообщаться с медиками ему толком пока не удалось. Связано это с тем, что большинство влиятельных представителей криминального мира либо лично, либо по телефону хотят выразить в Бадри поздравления. Одним из тех, кто планировал в первых рядах лично засвидетельствовать Кагуашвили свое почтение, был законник Эдуард Асатриан Эдика Ситрина. Однако сумел это сделать с заметным опозданием и лишь по телефону. Дело в том, что в пятницу его самого задержали сотрудники МВД РФ для профилактической беседы. По ее окончанию он был отпущен. В последнее время Асатриан развил небывалую активность. А со всеми подобными мафиози проводят разъяснительную работу в преддверии чемпионата мира по футболу. Также с Бадри сразу связались законник Мираб Джангвиладзе Мираб Сухумский и представители греческого клана, чим лидером сейчас является Лаша Шушанашвили, Лаша Руставский. Кагуашвили поздравили с выходом на свободу и все заметные славяне, в частности, воры в законе Алексей Петров Петрик, Сергей Аксенов Аксен, Михаил Воеводин Миша Лужнецкий, Олег Шишканов Шишкан. Рядом с Бадри были замечены криминальные генералы Кахабер Парпалия Каха Гальский, Эл Гуджи Туркадзе Гуджа Кутаиский, Гурам Чехладзе Квежоевич. Последний, как уже рассказывал Росболт, 24 мая был задержан сотрудниками ГУР во время празднования дня рождения, но после профилактической беседы отпущен на свободу.